Средняя телевизионная аудитория титульного поединка в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко на телеканале Showtime, трансировавший бой в США, составило 659 тысяч зрителей, сообщает Boxing Scan. Это рекордный показатель в истории телеканала для живых боксерских трансляций, начавшихся днём. Пиковые показатели должны стать известны немного позже. Ближайшая пятница – крайний срок для первого номера рейтинга IBF в среднем весе Торена Джонсона, для того, чтобы согласиться на бой с украинцем Сергеем Деревиченко, который базируется на второй строчке рейтинга. Если Джонсон принимает бой, то организация предоставит командам боксеров определённый отрезок времени, чтобы согласовать все условия поединка. Если не принимает, его смещают не только с первой строчки рейтинга, а и вовсе убирают с топ-10. Стоит отметить, что победитель этого поединка станет официальным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF в среднем весе, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин. Мексиканский боксёр Кули Сизар Чавес-младший в эфире передачи «Лицом к лицу» на телеканале HBO в очередной раз раскритиковал своего соотечественника Сауля Альвареса за осторожный подход к выбору соперников и нежелание помериться силами с Геннадием Головкиным. «Ты не дерёшься с Головкиным, ты дерёшься со мной, потому что считаешь, что я более лёгкий соперник, чем Triple G». Люди критикуют его за то, что он дрался с Амиром Ханом, когда Головкин был его обязательным претендентом по линии WBC. Он боксирует с другими соперниками, так как не хочет рисковать. В нашем бою он установил вес – 164,5 фунтов, потому что думает, что я пожертвую собой, пытаясь в него уложиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова